Жизнь людей из-за обстрелов постоянно подвергается опасности. Противник ведет неизбирательную стрельбу по городу, возможно применить запрещенных методов ведения боевых действий. Администрация области принято решение эвакуировать население с правобережной части Днепра, Крым и другие регионы по этой причине. В настоящее время все желающие, это более 115 тысяч человек, покинули данный район. Мы сделали со своей стороны все возможное, чтобы обеспечить их безопасность в ходе эвакуации. К опасным последствиям можно провести реализация имеющихся у противников планов по созданию зоны затопления ниже Каховской гидроэлектростанции. Подтверждением этому являются постоянные ракетные удары по плотине Каховской ГЭС, а также по водослевным затворам данной плотины. Так, 26 сентября был внесен удар и поврежден один из водослевных затворов. Интенсивный сброс воды через плотину Киевской ГЭС и гидроэлектростанции ниже по течению. Осуществляемость 10 октября также является причиной беспокойства по разливу данной реки в районе русла и затоплению прибрежных районов. В случае, если киевский режим пойдет на дальнейшее увеличение попуска воды из водохранилища или более мощную ракетную атаку Каховской плотины, образуется поток воды, который создаст обширные зоны затопления, проведет к значительным жертвам среди мирного населения. Возникнет дополнительная угроза для гражданского населения и полной изоляции нашей группировки войск на правом берегу Днепра. В этих условиях наиболее целесообразным вариантом является организация обороны по барьерному рубежу реки Днепр. Товарищ министр обороны, всесторонне оценив сложившуюся ситуацию, предлагается занять оборону по левому берегу реки Днепр. Понимаю, что это очень непростое решение. В то же время мы сохраним самые главные жизни наших военнослужащих и в целом боеспособность группировки войск, держать которую на правом берегу в ограниченном районе, бесперспективно. Кроме того, высвободится часть сил и средств, которая будет задействована для активных действий, в том числе наступательного порядка, на других направлениях в зоне проведения операции. Сергей Владимирович, согласен с Вашими выводами и предложениями. Для нас жизнь и здоровье российских военнослужащих всегда является приоритетом. Мы должны принимать во внимание и угрозу для гражданского населения. Убедитесь, что все желающие из числа гражданского населения смогли выехать. Приступайте к отводу войск и примите все меры, чтобы обеспечить безопасную переброску личного состава вооружения и техники за реку Днепр. Есть! Продолжение следует...